Большую часть репертуара чтецов составляет творчество Евгения Зубова. Не случайно конкурс носит его имя. Первые стихотворения поэта были опубликованы в районной газете. Шло время, и Зубов появлялся на страницах газеты все чаще и чаще. Вскоре его имя стало хорошо известно районным любителям поэзии. Многим читателям стала близка зубовская лирика. Однако в программе творческого конкурса представлены стихи и других наших талантливых земляков. У нас в основном представлены поэты последнего времени. Те, которые еще живы и которые печатаются сейчас. Цветоватый, Светлана Грень, Екатерина Горбунова очень часто вспоминается. Наталья Замарина, которая является нашим. Марк Декабрев. Как оказалось, поэтическими способностями обладает и наше подрастающее поколение. Полина Губернаторова выступила на конкурсе со своим собственным стихотворением. Патриотическое стихотворение. Я вдохновилась биджаком своего дедушки, которое принесла бабушка с медалями, орденами. Я решила, что я напишу в честь его памяти стих. Зубовские чтения каждый год привлекают талантливую молодежь со всего района. Сергей Науменко совсем недавно получил гран-при другого почетного конкурса «Рыцарь года». Кроме того, он завсегдата и драматического кружка в видовской школе номер 7. Приобретенные там исполнительские навыки служат хорошей базой в борьбе за первенство в отборочном туре. Великий фокусник природа не удовольствуется малым, накроет землю на полгода широким снежным покрывалом. В начале в мастерстве художественного слова пробовали свои силы дети начальных классов. Теперь же пришло время старшеклассников. А вот лучших из лучших всех возрастных категорий мы увидим в финале. Ждать осталось совсем недолго. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Илья Кремнев, Екатерина Чернышева.